Все мы знаем, что жизнь несправедлива. А когда вы ощутили это на своем опыте? В первом классе. Один пацан упал прямо возле моей парты и сильно ушиб колено. Затем зачем-то пошел жаловаться училке, мол, это я ему поставил подножку. Учительница написала мое имя на доске, где был список провинившихся. А я сижу в этот момент такой и думаю, блин, да я же вообще ничего не сделал. Мы с тобой в одной лодке приятий. Первый класс. Моя парта стоит практически в упор к парте другого чела. Звучит звонок. Мы оба вскакиваем, намереваясь выйти через проход между нами и врезаемся головами. В итоге наказали меня, потому что я просто почесал репу, а тот тип заплакал. По непонятной мне причине потом у меня еще был серьезный разговор с родителями. А еще один раз та же учительница выгнала моего брата с уроков за то, что он раскрасил Иисуса фиолетовый цвет. Такая вот победительница по жизни. Какого хера она вообще заставляла детей раскрашивать Иисуса? Что за идиотское задание? В старших классах я учился на одни пятерки, участвовал в школьных мероприятиях и старался делать все, что могло бы обеспечить мне успех колледжа. Но потом меня конкретно прибило тяжелой депрессией и мне пришлось на семестр все бросить, чтобы побороть этот недуг. После этого я захотел вернуться на учебу. И тут выясняется, что меня лишили всех стипендий. Я подумал и решил, что подожду, пока моя жена закончит колледж и тогда пойду сам, чтобы нам обоим было полегче финансово. И она могла закончить учебу без студенческих займов. В апреле 15-го года она заканчивает учебу, а в апреле 16-го мы играем свадьбу. После этого у нее случается нервный взрыв, и она перестает выходить из дома ввиду своей тревожности и хронической агорофобии. С тех пор мне приходится ходить на работу, которую я ненавижу всей душой. И я уже забил на мысль о том, что вернусь на учебу, ибо не похоже, что моя жена когда-либо придет в себя. Уже три психиатра сказали мне, что есть высокая вероятность того, что она никогда полностью не восстановится. Я уже два года даже просто в ресторан ее сводить не могу, потому что у нее там начинаются панические атаки. Я знаю, каково твоей жене. Меня спасло комбо из паксила, ламектала, клонозапама, а также разговора с психотерапевтом. Еще помогла десенсибилизация к выходам на улицу. Я понимал, что если сдамся, то уже никогда не выйду из дома. Мне очень жаль, что ты оказался в этой ситуации. Лови мои интернет-обнимашки. Когда моя иммунная система решила, что было бы прикольно периодически пытаться меня прикончить. Такая же фигня. У болезни Хошимото просто отбитое количество симптомов. И в любой момент она может привести к волчанке. У моей мамы тоже Хошимото, а у меня, скорее всего, рассеянный склероз. Скоро иду на спинномозговую пункцию. Веселуха. До меня в автобусе докопался какой-то челик. Как только я попытался дать ему отпор, на меня налетел еще один пацан и отхерачил меня по голове учебником по математике. Позже этот же пацан получил награду ученик года. Когда моему бывшему поставили диагноз шизофрения. До того, как он заболел, он был самым добрым и бескорыстным человеком на свете. Я думала, что он тот самый, что мы с ним умрем от старости в один день. Он готов был сделать для меня что угодно, хотя редко о чем-то его просила. Его семья была моей семьей. Его мама была ближе мне, чем моя родня. Но со временем он полностью отстранился от меня. До такой степени, что мы максимум говорили друг другу пару слов в день. Ему становилось все хуже и хуже. И когда я поняла, что лучше ему уже точно не станет, и что моему здоровью это тоже на пользу не идет, мне пришлось с ним порвать. Как же это несправедливо, что такой хороший человек так сильно заболел. И как же несправедливо, что из-за этого мы не можем быть вместе. Мой двоюродный брат умер, когда ему было всего 20. У него было все, чего не было у меня. Он был в хорошей форме, красив как супермодель. Учился в колледже и долгое время встречался с одной девушкой. А потом в один день раз и его нет. В то же время я, полная его противоположность, продолжаю существовать. До сих пор от этого не по себе. У меня похожая ситуация произошла, когда мне было 17. Мы с сестрой попали в аварию. Всему виной замерзшая дорога. У нее остались два ребенка. Один из них был новорожденный. Это было так несправедливо. Я понял это в 12 лет, когда я в муках умирал от проблем с почками. В один момент ко мне прислали нашего школьного священника. Тот подошел ко мне и сказал, что это все часть божьего замысла. В то же время мои кореша со школы были на отдыхе на одном очень крутом острове. И проводили лучшее время в своей жизни. Кроме моей родни, никто даже не приехал ко мне в больницу. Тогда я усвоил пару жизненных уроков. А еще врачи делали много ошибок, но ссали в этом признаться. Хорошо, что умирал в прошедшем времени. Получается, сейчас все в порядке, верно? Если да, то я рад, что ты выжил. Я, очевидно, выжил, но был очень близок к смерти. Мне было 12, я весил 12 килограмм. И от моего кровяного давления зашкаливали приборы. Лечение длилось 6 месяцев, но в итоге решение было найдено. В то время, как у меня были студенческие займы, у моего соседа по комнате был свой трастовый фонд. У меня тоже был такой сосед. Целыми днями и ночами курил косяки, учась при этом на простую специальность. Когда я съезжал от него, он отобрал у меня всю кухонную утварь, кастрюли и сковородки. Сказал типа, что это его, что он все покупал. Нихера ты не покупал, придурок. После я его больше никогда не видел. Да и нет желания. Когда наш школьный гопарь добился огромных успехов и женился на сногсшибательной красотке. В моменты его издевок я всегда вторил себе. Не бери в голову, этот чувак будет лепить бургеры. Ага, хер там, он врач. Пошел нахер, Колби. Моя мама умерла, когда мне был всего годик. Брат был очень близок с ней, а я была близка с отцом. После ее смерти отец стал уделять мне гораздо больше внимания, так как чувствовал, что мне поддержка нужнее. В итоге брат стал ревновать и возненавидел меня, когда я повзрослела. А еще папа женился на одной сучке, которая постоянно оскорбляла нас с братом и могла поднять на нас руку. Пока я росла, я все время думал о том, как же это несправедливо, что мама умерла и насколько наши жизни были бы лучше, если бы она была рядом. Когда мне в средней школе диагностировали одну жуткую хроническую болезнь. И никто из моих друзей не мог понять меня, потому что они все были здоровы. Я не понимал, почему это происходит со мной. Эта херня сильно отразилась на моей башке. Болезни в юном возрасте очень и очень сильно сказываются на социализации. Некоторые здесь рассказывали о своем рассеянном склерозе. А мне в старших классах диагностировали кое-какое демиеленизирующее заболевание, которое другим вообще не понять. Ты же ребенок, такая молодая, ты не должна падать на каждом шагу и ходить с тростью. Я рада, что ты выжил. Надеюсь, ты смог найти поддержку среди окружающих тебя людей. Помни, ты не один. Когда ты в 50 лет оказываешься холостяком. Почти все одинокие женщины твоего возраста слишком заняты своей жизнью. Даже если они говорят, что они открыты к отношениям. В этот момент понимаешь, что жизнь реально несправедлива. Ну, я хотя бы гораздо здоровее, чем моя бывшая жена. И точно знаю, что проживу дольше нее. Ха, выкуси. Да, уже в 30 есть такая проблема. Все либо в отношениях, либо вышли из отношений с детьми. Перед седьмым классом я на протяжении всего лета работал практически каждый день, чтобы накопить на тогда только вышедший iPod. Это была первая смарт-вечь, которая у меня появилась. Через неделю моя младшая сестра захотела себе такой же. И родители ей просто его подарили. Хотя мне они годами говорили нет. Я поняла это, когда у нас с парнем возникли друг другу серьезные чувства. Но мы не могли быть вместе из-за неподконтрольных нам причин. Мое сердце было разбито как никогда, потому что он был замечательный. Все мои прочие расставания давались мне намного легче. Потому что другие парни были теми еще уебками. Он до сих пор есть у меня в соцсетях. Возможно, я еще увижусь с ним когда-нибудь. Но боже, как нам было непросто разойтись. Я благодарна, что мне довелось познакомиться с ним. И рада, что он смог найти другую. Думаю, что я тебя понимаю. Мне нравилась одна девушка. Просто потрясная. У нас с ней была полная химия. Но единственной преградой для нас было расстояние. В конце концов она не выдержала и порвала отношения. Я до сих пор не пришел в себя. Хотя прошло уже больше года. Мы остались хорошими друзьями и общаемся почти каждый день. Она нашла себе другого. И я рад за нее. Но черт побери. Ты живешь от зарплаты до зарплаты. И смотришь на людей, которые даже если бы очень захотели, не смогли бы потратить все свои деньги. Мой жених был молодым и здоровым. Постоянно занимался спортом. Умер совершенно внезапно от тромбоэмболии легочной артерии. В то же время торчки и преступники, которых я вижу изо дня в день, скорее всего проживут еще не одно десятилетие. Да, этот мир действительно несправедлив. Хорошие люди умирают, а бесполезные ублюдки живут вечно. Однажды, когда я учился в младших классах, меня отмудохал старшеклассник. Меня наказали, а его нет. Когда умер мой отец, мне было 6 лет. Рак на почве многолетнего курения. Удивительно, что сигареты до сих пор законны, а трава нет. Ситуация меняется, потому что до правительства наконец дошло, что на легалке можно заработать большие деньги. К тому же, так куда меньше организованной преступности. Чтобы достичь поставленных перед собой целей, мне на уроках математики приходилось просто из кожи вон лезть, в то время как остальные челы вывозили этот предмет на полном расслабоне. Иногда люди, чтобы произвести впечатление на других, делают вид, что непростые задачи им даются с легкостью. Вполне реально, что им тоже приходилось попотеть, просто они не хотели, чтобы ты об этом знал. Я никому не рассказывал про свою девушку, потому что все, кроме нее, считали меня никчемным. Она видела во мне ценность, которую не видел никто. Однажды мы пошли на ланч и признались друг другу в своих чувствах. Тем же вечером ее насмерть сбил пьяный водитель, удиравший от ментов. Никто даже не знал, что мы общаемся с ней, потому что никто не видел во мне никакой ценности. Даже мои родители были против того, чтобы я с кем-то встречался, потому что им не хотелось растить еще каких-то неполноценных детей. С тех пор я ни с кем не встречался. Это произошло 13 лет тому назад. В прошлом году скончался мой лучший друг, ему было 25. Он работал в боготворительной организации, за которую болел всем сердцем. И любил женщину, на которой собирался жениться. Жизнь несправедлива. Отвечаю, на моей памяти это один из самых депрессивных тредов на реддите. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напишите, когда вы ощутили, что жизнь несправедлива. И не забудьте посмотреть наши другие выпуски. Удачи вам!